При том, что матка может жить неделю. Съел там несколько ульев. Там маточное молочко и там самое вкуснятина. Сейчас узнаем, сколько там накачали меда. Зачем? Ребят, это жесть. Здесь на минималочку и поехали. Я всех вас категорически приветствую на нашем канале. Взял все-все-все, что необходимо для качки меда. Сейчас беру медогонку, жену и вперед. Вы часто говорите мне, что от меня просто прет какой-то энергетический шум. На самом деле, друзья, все это природа. Это стройка, потому что на природе. Это пчелы, потому что на природе. И это природа, потому что на природе. Друзья, мы на Алтае. Я всех вас приглашаю к нам на Алтай. Тут круто. Тут реально круто. Здесь замечательно. Так, мы начинаем. Сейчас я покажу вам то, о чем вы меня давно просили. Как мы делаем брикеты. Это тоже интересный момент. Расскажи и покажи. Смотрите, вот просто вот такой брикетик. В него вставляется вощина. Пчелы это все натянут. И вот она, друзья, наша новая медогонка, которая может качать сразу 32 магазинных рамки. Напомню, что раньше могли качать только 6 или 8. 6 рамок. Теперь 32. Они вот так укладываются и... Класс. Ну а мы начинаем. Привет, пчелы. Ребята, они уже работают. Это у нас небоскреб, который я подпирал лопатой, чтобы он не упал. Что несем сегодня? Несем иван-чай, пучку. Я несу зверобой. О, а я не промышку. Это змей-головник. Несем иванчик, талуга, немножко лепок. У меня душа, черт, медовица. Несем дяги, донник, василек, акация. Так, ну пыльцы не несут, но несут медок уже. Ну вот сегодня наша задача качнуть только небоскребы. Потому что низкие магазины еще пока не дают достаточного меда. А небоскребы уже работают вовсю в полную силу. Вот эти улья, они еще подходят. Мы их делили уже в конце, и матка там начала сеять сравнительно недавно. Поэтому вот эти ряды, у них все по магазину, так на всякий случай положено. Но они еще особо не дают метка. То у нас по проволоке. Сейчас она под током, поэтому трогать ее не буду. Те места, где он приходил в прошлый раз, они вроде травой так поднялись. То есть видно, что по ним он не приходил. Но даже один раз была такая тема. Он пришел к нам на пасеку, увидел проволоку, хотя у нас не было аккумулятора. И он, короче, походил, до проволоки дошел, походил около нее, по кругу, ну, там, по периметру возле ограды походил. Трогать ее не стал. Ну, видимо, он реально умный чувак. И пошел, короче, на другую пасеку и съел там несколько ульев. Однажды пришел к нам на пасеку. Мы приезжаем к пчелам и смотрим, что одна крышка вот так просто сбоку стоит. На ней был один магазин. Рядом улья, в котором было два магазина, он просто его выжрал. Он, видимо, подошел. Конечно, это он сделал лапой, она свалилась. Но по ощущениям было такой, типа, посмотрел, так, здесь медом мало, пойду, следующее улья сожру. Ну, такой деятель культуры прикольный. О, тут небоскреб, смотрите. Мне прям хочется уже к нему в магазин залезть. Я уверен, у него меда просто куча. Ну, вы сейчас все это увидите, друзья. Сейчас начнем качать, и вы увидите, как это происходит, и как вот этот нектар появляется на вашем столе. Отлично. Ну, все, пчелки в основном все проснулись, поэтому уже можно смело к ним идти. На те улья, на которые солнышко начало попадать, видно, что началась прям такая глобальная работа. На тех, которые стоят еще в тени, там пчелки пока только просыпаются, зубы чистят. Хотя быть честными, пчелы никогда не спят. Все 35 дней работы пчелы она не спит. Собственно, почему она и умирает быстро? То есть пчела живет 35 дней. Потому что она просто израбатывает крылья и погибает. При том, что матка может жить до 6 лет. Но кто смотрел видос прошлой недели, помнит о том, что я поставил ловушку для того, чтобы рой, который прироился на дерево, у нас пошел туда неделя назад. Неделю. Смотрите. Я не знаю, как вам видно, нет? Я сейчас увеличу. Он висит на дереве уже неделю. Представляете? Неделю. Вон он. Ну, а мы приступаем к работе. Как у вас дела, ребята? Прошло где-то 3 минуты, и я, в принципе, могу начинать. Потому что пчелки уже успокоились. Стряхивать пчел можно двумя основными путями. Пером или щеткой. А также методом тряски. Почему-то мне удобнее второе. Да и суровую среднерусскую пчелу это злит меньше. Женя тоже потихонечку постигает азы. Вообще, по идее, многие пчеловоды считают, что правильно начинать забирать мед, когда они начинают ее запаковывать. Но на самом деле, самое правильное отношение, это когда они белить начали, и уже это понятно, что сейчас ее будут уже запаковывать в соты. Напрыска нет. Смотрите, мед сухой полностью. Но я еще рефрактометр вам покажу, который показывает, собственно говоря, влажность. И он есть у меня. Так, усмеряем пчелок. И идем дальше. Вот эти рамочки мы подставляем в разрезик между сушью, для того, чтобы пчелы их тянули. И скоро мы получим классные соты. Итак, так, включили. Здесь на минималочку. И поехали. Если прислушаться, можно услышать, как мед вылетает из сот и стекает по стенкам медогонки. Женя, как тебе? Малышля. Чтобы вы понимали, раньше мы это делали руками. Теперь, ну да. Так, у нас все закрыто, да, никуда не лечет? Смотри, уже дно вон заполнило. Так, что у нас тут? О, здрасте. Ой-ой-ой. Вы что, злые что ли? Тихо-тихо. Сейчас с вами общались пчелы-охранники. Их выдает особый звук. Турбонаддува на крыльях. Лучше с ними не шутить. Опасно для здоровья. Видите, заложили маточник. Вот там маточное молочко залито. И червячок лежит. А сверху червячок лежит. Это и есть маточное молочко. Его немного, но оно есть. Значит, надо вот эту улью смотреть, потому что оно роиться хочет. Раз маточники заложили. Сначала улья собрал, думал, все, оставлю так. Но думаю, нет, надо все-таки разбирать до конца, вытаскивать, смотреть все. Потому что здесь могут быть еще маточники. А, соответственно, семья просто уйдет в рой, и все. А скоро здесь выйдет просто много пчелы. Скорее всего, матка к чему-то готовится. Будем вырезать. Вон, видите, это все маточники. Вот это жесть. Они собирались в рой. Хорошо, я остановил. Нельзя пропустить ни одного маточника. Вот, смотри, сколько. Вот они. Все убираем. Вот такие вот штукенции. Да, мы спасли семью от роя. Могла бы райнуться. Тем, что мы сейчас маточники все уничтожили. Так, друзья, ну, вам было интересно, как происходит качка меда? Я вам сегодня все досконально буду показывать. Я извиняюсь дико за трещащий сзади меня генератор. К сожалению, на пасеке света у нас нет. Поэтому приходится его вырабатывать таким путем. Так, ну все, погнали. Забираем. Сейчас. Ой, какой он красивый. Смотрите, он прям на солнышке. А, вам не видно там. Он прям переливается. Вообще, по-хорошему, опытный пчеловод. Не дождается запечатки, но получает зрелый, хороший мед. Но когда запечатали немножко, это не страшно. Страшно, когда запечатали все. Вот тогда, блин, работай просто на весь день. А мед такой же сухой, 17-е, 19-е, 18-е влажность. Вы отсюда не видите, а он просто янтарный. Я вам сейчас покажу. Просто янтарь, смотрите, да? Красавчик вообще. Вот такой он наш медок. Так, что у нас там? Евгения. Как у вас дела? Грузим. Ага, хорошо. Сколько меда? О, меда хорошо уже. Мед густой? Да. Ну-ка, посмотрим. Густенький, хороший. Класс. Что ты делаешь здесь? Рамочки почищаем. Покажи. Так. И убираешь... И убираешь крышечки специальным ножом. Забрус. Восковые крышечки или забрус. Вон, видите, который оса у нас ест. Гентарный. Он, правда, темный будет в итоге в банке. Ну да. Какой же приятный медовый бриз идет от работающей медогонки. Знающие ребята меня поймут. Ну, пока можно открыть и наполнники. Но он густой прям. Да он и сейчас, вот видно, что он густой, но просто из-за того, что он только что из уля. Она его вспенила, он такой, знаешь, немножко воздушный. Все бы хорошо, но дико жарко. Просто дико жарко. С другой стороны, в жару пчела не обращает на меня никакого внимания. И трясти рамки становится комфортнее. Как вы уже заметили, сейчас у пчел миграционное обострение. Вы уже знаете, кто это, пишите в комментариях. Это кто? Правильно. Чего же все в рой-то собрались, а? Зачем? Ребят... Так тоже бывает. Вот такие вот работы противороевые ребята. Хотят свалить. Вот куда им надо, да? У них все хорошо. Есть, пить. Все даем. Куда, блин, есть где жить. Есть, куда мед носить. Нет, решили сорваться в рой. Вот приходится выламывать вот такие вот маточники. Там маточное молочко и там самое вкуснятина. Сейчас иду по пасеке. Одна семья безматочина. Ну, смотрю, им магазин вообще не нужен. Слабенькие ходят. Но хорошо, что я выламывал сегодня много маточников. Сейчас мы сделаем их с маткой. Это, конечно, больше эксперимент, но я надеюсь, получится. Мы ее просто сюда вставляем. Аккуратненько. И вот сюда вставляем. Все. Я думаю, она приживется. Семья не сильная. Матку трогать не будут. Но на всякий случай они там еще одну матку заложили. Поэтому, если мои не сработают, то сработает их матка. Только она будет не скоро. А мои две мощные, прям сильные. Поэтому магазин им пока не нужен. Вот, как я и говорил, мы прошли сегодня всю пасеку. Сейчас узнаем, сколько там накачали меда. У нас есть языки, есть маточники. И, блин, ну круто. Я рад. Женя, рассказывай, что у тебя? Последняя откачка. Доливаем бочки. Так, ребята, надо проверить влажность. Насколько этот мед влажный или не влажный, или он сухой. Для этого у меня есть специальная лаборатория. Сейчас я достану. Вот такой вот аппарат у меня есть отличный. Называется рефрактометр. Вот сюда кладем каплю меда. Смотрим на свет. И понимаем, какая влажность у меда. Так, смотрим. 23. Это мед мокрый. А мед сухой 17 считается. Не знаю, видно вам, нет? Сейчас попробуем. Видно, нет? Вот там видно все. Вот эта полоса между синей и белой, она является параметром. Самое главное, друзья, как вы думаете, счастье пчеловод заключается в чем? В качке меда, или в продаже его, или в поиске клиентов. Нет, на самом деле, счастье заключается в том, когда ты привозишь мед, и подбегают твои замечательные дети и говорят, папа, ты привез нам языки, мы хотим их. Вот они, а не доча, я привез их вам. Давайте будем пробовать. Налетай. Чем раз. По-маленькому попробуйте сначала. Вот такой, давай, дочь. Ай. О, гач, гач, гач. Ну как? Очень вкусно. Круто, да? Друзья, ну и как итог нашей работы выходного дня, это вот такой чудесный медок, переливающийся на солнышке. Какой-то фильм рекламный получился, да? Нет, я вам просто рассказал свой рабочий день. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я поехал строить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok